Девушки отдыхают Девушки отдыхают На улице демонстрируется новая техника, а в павильонах различные ништяки и даже модели поездов. Но самое главное, непосредственно на путях кольца проводятся парады поездов, где можно поделиться на ретро и современные локи. Опустим малозначимые подробности и сразу переместимся на колечное кольцо. Тарам! Кто смотрел наше похождение на экспо в 1919 году, помнит, что ввиду огромной толпы страждущих мы не смогли найти хорошую точку для обзора. И если бы не тамбур ПВЛК, то нам бы не удалось увидеть парад локомотивов от слова «совсем». И вот, друзья, решили мы в этот раз схитрить. А именно, переместиться на внутреннюю часть кольца, где публики практически нет. Сказано – сделано. В нужный час выдвинулись мы с Юриком, Санчесом и Тёмычем на исходную позицию. Там, за столбе в холм, стали ожидать старта шоу. Пока то да сё, подтянулись к нам ещё два уважаемых человека – Айван и Матвей. Матвей впоследствии оказал нам весьма ценную услугу, но об этом чуть ниже. Внезапно мы ощутили, как наша точка стала уже вроде и не совсем нашей. Пассажиры. Вопреки нашим надеждам, они также просекли фишку и стали массово мигрировать к нам, на наши холмы. Вот, взгляните. Вот, вы можете сейчас наблюдать, сколько пассажиров. Круто. Вот там, посмотрите, они все идут. Сзади пассажиры. Здесь уже встали. А вот и трибуна, откуда, по мысли организаторов, зрители и должны смотреть парад планет. А это сами планеты, то бишь локомотивы. Мы тут подумали, а давайте составим свой рейтинг зрительских симпатий поездов. Вы после просмотра выберите тот паровоз, который вам больше всего зашёл. Окей? Да, друзья, парад начался. Вот, сейчас вы услышите крайне интересные сведения о локомотивах Экспо, которыми щедро поделился Матвей. То, что зачастую не прочтёшь в Википедиях и даже у Виталия Ракова. А вторая камера – это работа Юрика. Ссылку на его канал вы найдёте в описании. Итак, пуихалы. Первый парик. Серию номер вы видите на Мониках, но это не мягкий знак, а гель. Первая неожиданность для нас. Более того, самый старый из ныне действующих паровозов России. Его построили в 1897 году на Коломенском заводе, ещё при царском режиме. А по факту это так называемая 62-я серия. Аппарат был спроектирован для нефтяного отопления и работы на Владикавказской железной дороге. Он не маневровый, как многие думают, а почти поездной. Во всяком случае, юзался на участке Кисловодской Минводы с пригородными поездами. Спустя годы, в ТЧ Рославль, парик перевели на угольные отопления. А в начале 80-х установили на постамент, типа памятник. Но пять лет назад, сняв с постамента, его довели до ходового состояния. Просто космос. И ещё отметим, что во всём мире паровозов 62-й серии сохранилось 4 штуки. Второй локомотив ОП-7587. Но это не однофазный переменный, как может подумал джентльмен. Это обычная овечка 1907 года. Постройки знаменитого Путиловского завода. Он был оборудован ништяками, пароперегревателем и цилиндрическими золотниками. И поступил в эксплуатацию на Николаевскую дорогу. В 70-е годы аппарат установили на вечную стоянку в ТЧ Брянска-2. И что же, в 2015 году лок снимает с постамента и ремонтирует. И вот мы сейчас на этих холмах можем наблюдать древнейшую машину на уверенном ходу. Следующий паровоз также довоенный 1929 года Луганского завода ЭУ-699-74. Работал в депо Ариол Московской дороги, а затем на Горьковской магистрали. Этот локомотив участвовал в боевых действиях в годы войны. Так называемые колонны паровозов особого резерва, о чем раньше много писал журнал ЭТТ. А вообще серия Э едва ли не самая массовая в мире. Даже вошла в книгу рекордов Гиннесса. Вот это техника! Феликс Сидмондович! ФД-20-2109. Самый мощный довоенный парик. Строили их на Ворошилово-Градском заводе. Конкретно эту машину в 1938 году. Для выпуска Феликсов были выстроены новые, огромные современные корпуса завода. Фактически новый завод на территории Старого. Там же строили пассажирскую версию аппарата ИС. Разумеется, доверяли столь сложную технику лучшим машинистам. Кроме ФД-20 выпускались и ФД-21. Различаемые системы пароперегревателя. Эту машину после списания также установили на вечную стоянку в депо Каменоломни. Но сумели реанимировать. Интересно, что данные парики были спроектированы в европейском габарите. Вследствие чего они потом не могли эксплуатироваться в Китае. Не получилось, не фортануло. Поехали послевоенные парики. Серго Арджоникидзе 17-32-41. 1948 года выпуска от Ворошилово-Градского завода. Эта серия проектировалась как временная, некий переходный лог от прежних паровозов Э до более совершенных, для выпуска которых потребуется коренным образом перестраивать заводы. А ИС можно было выпускать и на старых заводах. Хотя и этот лог был модернизирован. Например, увеличен котел, а площадь хвостниковой решетки достигла 6 квадратных метров. Это, друзья мои, предел для ручного отопления паровоза. Если увеличить площадь решетки еще, то пришлось бы оснащать машину стоккером, автоматическим углеподатчиком. ИС имели множество апгрейдов. Например, сом, сок, сок и так далее. В 90-е годы локомотив передали компании Интертрек для ретро-поездок. Впоследствии машину отставили на ЭК вне ИЖТ, где она простояла свыше 20 лет и была почти полностью разграблена. Однако, как видим, ее сумели восстановить, что не может не радовать джентльменов. 9П. Прикольная машинка от Коломенского завода, разработанная еще в 30-х годах. Строил ее, однако, не только Коломенский, но и знаменитый Новочеркасский завод, который, кстати, начинал свою биографию именно с выпуска париков 9П. А еще данная машина выпускал Муромский завод. Вот это круто! Этот парик раньше работал на Приднепровской дороге, а затем также был передан компанией Интертрек. Те ребята, по слухам, вообще хотели замутить целый железнодорожный музей. Но, увы, благим намерением не суждено было осуществиться. Машина простряла на запасных путях, всеми забытая около 25 лет. И спасибо депо Подмосковное, который сумел восстановить то, что осталось от паровоза до рабочего состояния. Интересный факт. Когда-то в Башкирии существовала некая узкоколейная дорога, ведущая в карьер. А внутри этого карьера располагалась ширококолейная дорога. И самое главное, полностью изолированная. Редчайший случай. Так вот, там работали именно локомотивы 9П. Никто не знает, как их сумели туда затащить. Но факт остается фактом. СУ-214-10. Самый массовый пассажирский аппарат СССР, берущий начало еще от довоенной машины серии СВ. СУ имели 4 разновидности. Данные относятся к третьей. Всего в мире таких модификаций на ходу известно не более двух машин. Надо отметить, что хронология парада этой сумки была несколько нарушена, поскольку лок довоенный 39-го года. После списания парик продолжал трудиться в качестве котельной при депо Вантеевка. А затем установлен в виде памятника ТЧ Москва-Киевская. Но почему-то под номером СУ-215-15. Затем лок перевели в музей на Рижском вокзале в Москве. Но все же восстановили доходового состояния. Кстати, на публике этот паровоз появился меньше года назад. Почти премьера. Опять сбой в хронологии. Бронепоезд времен войны. Хотя по факту это новодел. Причем в качестве парика использован послевоенный Р-796-43 в венгерской постройке. Бронеплатформы также послевоенные переделаны из обычных платформ. При навешивании брони паровоз был утяжелен на 17 тонн. В результате чего критически прогнулись рессоры и даже дышло стали задевать Абраму. Пришлось в депо в спешном порядке фиксить эти недостатки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая машина мирная серия L за номером 0022. Одна из самых распространенных в наши дни. Интерес, однако, тут представляет тендер особой конструкции типа Wonder Build. Не путать с Wonderful Life. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки встайл музыкантов. Вот ведь какой. Так вот, по поводу парика. Фича в следующем. Если в обычных тендерах водяной бак прямоугольный, имеет множество переборок, чтобы вода не так ерзала при разгонах, торможениях, подъемах, спусках, то тут фермеры приладили обычную бочечку с примкнувшим к ней угольным бункером. И все это на тележках Даймонда. Ну, как алмазные собаки у Дэвида Боури. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отметим еще, что конструктор Лебедянский, проектировавший аппарат, впоследствии получил Сталинскую премию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паровоз серии ЛВ 0-182. Дальнейшее развитие серии Л. Это последний магистральный грузовой парик СССР от Ворошилово-Градского завода. Главное отличие этой модели от прежней, прежде всего, в колесной формуле. У Уэллки 1-5-0, а у ЛВ 1-5-1. Еще были увеличены котелы тендер. Тендер стал шестиосным. Кроме того, парик оборудовали водоподогревателем. Сложный механизмус, состоящий из поршневого насоса, кучи трубочек и теплообменников. Вода из тендера перед закачкой в котел подогревалась отработанным паром. Это позволило продлить ресурс котла. Возрос и КПД паровоза. Отметим еще, что серия ЛВ относится к паровозам высшего конструкторского класса. Более того, ее конструкцию китайские товарищи взяли за основу при проектировании одного из своих лучших париков серии QJ. 11-й паровой локомотив на этой выставке и последний P36-0027. Гордость советской паровозной мысли. Вот эта самая 27-я машина какое-то время водила легендарную красную стрелу, которая, как известно, первоначально имела синий окрас. Соответственно, и парик был окрашен синим. Эстафет он передал тепловозам Т-7. Впрочем, это уже другая история. Про P36 у нас на канале есть вполне годный самостоятельный ролик. Ссылочку вы найдете в конце этого фильма. А наш герой также был паровозом-памятником впоследствии единицей на базе запаса Шушара. И совсем недавно его восстановили до рабочего состояния. Просто молодцы! Друзья, товарищи, с паровозами на Экспо 21-го года пока всё. Как, впрочем, и с первой частью нового ролика. Вторую часть мы посвятим дизельным и электрическим агрегатам. А вам напоминаем о нашем мини-опросе. Какой из представленных паровозов вам кажется наиболее интересным? На чём вы бы не прочь и сами поработать, окажись в прошлом? Спасибо большое, что досмотрели ролик Морик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте харты или дизы. Заходите на наши стримы. Всем удачи и до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok